так значит тут решили немножко покушать и пока от меня не ускользнула мысль надо же было что футболка такая помятая наши выразить ее вот я вот чё короче сейчас я буду есть борщом больше то можно считать диетической пищей диетической пищей нам но смотря как его приготовить вот можно в принципе готовить его на сале тогда он будет очень калорийный соль новый соль ноль вообще а можно готовить более-менее диетические 8 диетический совсем то есть без добавления масла имеется ввиду диетически не то что там правильное питание и так далее а низкая калорийность у него будет постановишь там будут одни овощи и мясо тоже можно положить примеру не свинину а жирную да или говядину или баранину а например курятинку а грудку или индюшатину или кролятину тоже грудку ну крылятина там как бы можно и не грудку там ложить потому что грудки там особо-то и нету там одни кости грудная клетка мясо мне особо в основном все мясо на плечевом поясе лапах спина вот и я вот чё к борщу беру еще вот такую вот штуку это у нас хлебцы здесь получается без 90 грамм а на 90 на 100 грамм у нас калорийность получается 297 калорий я вот почему беру вот это потому что это заменяет мне хлеб во первых по объему даже больше чем хлеба выходит а по калориям меньше соответственно вот такие делишки и по поводу калорий к примеру также хотелось бы затронуть немножко хлеб например черный и белый многие думают вернее они даже заблуждаются о том что якобы черный хлеб он более диетический нежели белый на самом деле это не так цепочка у них принципе углеводная одна и та же она одной длины и не имеет значение черный хлеб белый хлеб ржаной еще не важно цепочка у них одинаково они отличаются только по вкусу и могут быть там ну различны по своим каким-то компонентам дополнительным там допустим что-то может быть еще но белки жиры и углеводы у них одинаковые поэтому абсолютно нет никакого смысла употреблять только черный хлеб чисто в диетических целях это бессмысленно вот но есть смысл заменять на вот такие вот хлебцы почему потому что объем объем больше а калорий меньше вот плотность конечно же ну по плотности в принципе так даже тверже чем хлеб да хотя нет по плотности наверно все же меньше потому что здесь получается у нас ну по объему больше тогда но по плотности меньше потому что здесь 90 грамм хлеб на такой объем он где-то пол килограмма будет 10 оплату вот так что по плотности все же на коллекции уступают но тем не менее то есть визуально мой как бы самообман да смотрим больше или также где-то по объему в общем круто coca-cola light со вкусом этого самого лайма очень вкусно минимум калорий все для фигуры так и хотелось бы еще затронуть к примеру медведя вот очень многие люди заблуждаются по поводу того что если они будут кушать одно мясо то они будут не полнеть на самом деле это не так все зависит от количества но если вы будете есть чрезмерно много калорий то вы разжирите к примеру взять того же медведя он тоже питается в скажем так хорошие благоприятные периоды в основном только мясом вернее он даже предпочитает более мясо нежели там растительную пищу на средне хотя он все я не стоит на него взглянуть к примеру до спячки нет это даже так не неправильно начнем сначала взглянуть на него после спячки вылазит из берлоги что-то такое с длинными лапами на медведя вовсе не похоже очень худое даже мы будто собаку огромную пока собака переросток какой-то какой-то недоразвитый хвостик у головой любя большая ушки вот эти вот его забавные глазки бусинки это это просто прям дистрофик вылазит из берлоги худющие но потом когда вы увидите этого медведя через полгода вы его не узнаете это это просто пипец какой-то это прям какой-то колобок это он настолько разгреть просто он такой огромный кусок сала ходит его жира прям блин он деле прям перед он даже не передвигается полезу он перекатывается есть и к примеру после спячки вес его составляет где-то около там 200 килограмм то после периода обжорство до спячки его без может составлять где-то полтонны то есть он так сильно отжирается это просто да невероятно и это как раз говорит о том что пища животного происхождения на ней можно точно также разжиреть как и на углеводной все зависит от количества если вы потребляете достаточное количество калорий в пределах нормы выполнить не будете вы будете держать массу если вы хотите худеть то вы калорий вырезаете если вы хотите хотите быстро набрать массу то вы должны потреблять очень много калорий для того чтобы разжареть растолстеть набрать общий вес так что абсолютно не имеет никакого значения что и как вы будете есть все тело в количестве так что вот вот такую мысль хотелось выразить так что надеюсь я до вас это донес мне удалось это сделать всем спасибо пока ставим лайк и подписываемся на канал до новых встреч ребята пока пока